В поселке Былбасовка, что рядом со Славянском восстановили разрушенные войной дома за государственные деньги. Вот только государство это Япония. Принимать работу и проверить то, как распорядились деньгами его страны, приехал в Донбасс посол Японии в Украине Шигеки Суме. Остался ли доволен дипломат и ждать ли еще помощи от страны восходящего солнца? Далее в сюжете. Как бы им пришлось зимовать, местные жители даже не представляют. Говорят, их дома были настолько разрушены, что осилить их восстановление сами не смогли. А так им помогли японцы. В ремонт каждой постройки было вложено не меньше 6 тысяч долларов. И таких 150 домов. Когда началась война, они у нас долго не побули. И второго числа как раз разбомбили мою хату. У меня ничего не осталось. Ни ложки, ни мебель. Нема ничего. Я 2 года жила у подруг, жила у сестри, жила у дочки. До дочки далеко, 4 километра пешком, нема там магазина. И ходить в больницу мне тяжело. Спасибо, японцям. Я такая благодарна. Я навколятка сказала, что я хочу зиму, тепер буду в своей хаті. Что осталось? Кирпич и глина. Вона была деревьяна. Все згорело. Как выполнены работы и комфортно ли людям, приехал оценить посол Японии в Украине лично. Я очень доволен видеть достаточно много домов, которые отбудованы перед зимой. То есть люди могут провести эту зиму в собственных оселях. Насколько мне известно, уже близко 5000 человек получили помощь в рамках этого проекта. Для японского уряда очень важно вернуться к нормальному жизни людей, которые пострадали во время конфликта на Донечке. Масштабы разрушений и последствия оккупации боевиками Славянска огромны. Более 200 частных домов разрушены почти до основания. Людям собственное государство не помогает. Понимая это, стараются угодить японцам и местные чиновники. Ведь они помогают делам. Пан посол запропонувал в Киеве сделать более разгорнутую встречу с послами других стран, Евросоюз, Канады, Америки, для того, чтобы узгодить нашу работу по восстановлению инфраструктуры и восстановлению мира на Сходе Украины. Мы продолжим надавать помощь в тех направлениях, которые начали развивать в этом году. Это проведение децентрализации, это интеграционные программы, а также надание финансовой помощи на развитие малого бизнеса, в частности, в сельско-господарской галузе, а также восстановление мирного жития в области. В этом году правительство Японии выделило около 10 миллионов долларов США на восстановление Донецкой области. В следующем году сумма может быть увеличена, пообещал посол.